Здравствуйте! В эфире новости. С вами Алмаз Ашим. Под ключ накануне праздников в Кустанай сдали школу под номером 21. Там завершился начатый полгода назад капитальный ремонт. После его проведения в учебном заведении появились не только новые классы и кровля, но и статус. Его сменят с основного на средний. Теперь выпускникам девятых классов нет нужды искать другие школы, чтобы продолжить обучение дальше. В начале лета школу, которая не видела капитального ремонта, почти 60 лет демонтировали. Здесь заменили все. От инженерных коммуникаций до крыши. А на этажах появились дополнительные кабинеты. Если раньше было 23 кабинета, то на сегодняшний день их стало 27. Появились два новых лингофонных кабинета, кабинет робототехники. Также, если до ремонта был совместный кабинет биологии и химии, то сейчас это два отдельных кабинета. Класс робототехники хоть только и открылся, но уже пользуется повышенной популярностью. На запись в кружок даже очередь образовалась. Мы о таком классе только могли мечтать. Это самое, наверное, интересное, что могут изучать дети. То есть конструировать, моделировать и воплощать в жизнь свои фантазии. После капитального ремонта, который обошелся в 516 миллионов тенге, учебное заведение меняет статус с основного на средний. Больше всех это оценили девятиклассники. Получать образование они продолжат в родной школе. До этого я уже думала выбирать другую школу, но, конечно, не хотелось уходить с нашей школы. Но благо в нашей школе появится статус средней школы и мы перейдем в 10-11 класс. Пока учебное заведение приводили в порядок, всю первую четверть и начало второй почти полтысячи детей временно учились в других школах. Вернувшись в свою, ждут запуска столовой. Она начнет работать после заключения СЭС. Во время ремонта помещение привели в соответствие нормам. У нас столовая вообще не соответствовала. То есть были некомфортные условия для питания детей. Был отдельно зал и через коридор была кухня. То есть это было неудобно. Сейчас мы позволили объединить и столовый зал для детей и, естественно, кухню. В этом году на капитальный ремонт объектов образования в регионе выделено в три раза больше денег, чем в прошлом. На реконструкцию 20 школ, интернатов и детских садов потрачено 2,5 миллиарда тенге. Наталья Строкова, Эрмит Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Аким Алматы Бакаджан Сагентаев вручила работающей молодежи ключи от арендных квартир. В первом пуле почти 250 новоселов. Среди них работники сферы образования, здравоохранения и правоохранительных органов. Заявки принимались с 30 октября по 12 ноября. И буквально через месяц местные власти обеспечили жильем молодые семьи. Дома расположены в микрорайоне Кок-Кайна-Аралатаусского района. До конца уходящего года переездом займутся еще 1050 семей. Отмечу, программа была разработана в рамках Года молодежи. Позволяет в течение пяти лет арендовать жилье у государства за символическую сумму. Всего лишь 4387 тенге в месяц. Без права выкупа, но это большая возможность накопить деньги, которые мы сейчас каждый месяц оплачиваем помещенно 70-80 тысяч. Мы эти деньги можем вложить в депозит, соответственно, в жилстрой Сибирбанк и накопить на свою уже покупную квартиру. А это нам возможно, что в 5 лет, чтобы мы накопили и получили свою квартиру. Что здесь очень удобно, то, что мы сдали документы электронно. Мы не приходили ни в какое заведение, не стояли в очереди. Мы, какие документы указаны там, все собрали, сдали электронно. Вручили уже ключи. Это вообще очень быстро, мне кажется. Детский сад открыли в селе Жанаул. Туркестанской области он сможет принять 170 дешкалят. Новое здание оснащено всем необходимым и отвечает всем современным требованиям. Всего в Житсайском районе более 200 детских садов. Еще три распахнут свои двери до конца года. Объект построен за счет государственно-частного партнерства, что выгодно как для государства, так и для предпринимателя. Благодаря этому детскому саду наши малыши будут учиться разговаривать на казахском языке с раннего детства. День независимости широко отмечается не только в нашей стране, но и за ее пределами. Посольство Казахстана в Турции ежегодно организует различные мероприятия, приуроченные к данному празднику. И этот год не стал исключением. В Анкаре прошел торжественный прием, а затем в ряде других турецких городов прошли концертные программы. Подробно об этом в нашем сюжете. Известные турецкие общественные деятели, ученые и бизнесмены, а также иностранные дипломаты и представители казахской диаспоры присутствовали на торжественном вечере в Анкаре при уроченном 28-летии независимости Казахстана. Каждый из гостей не только отметил годами неизменное единство страны, но и передал свои сердечные поздравления казахстанцам. Для нас независимость – это самое ценное сокровище, многовековое стремление наших предков к свободе и большая ответственность перед будущими поколениями. С момента обретения независимости Турция всегда поддерживала Казахстан, ведь в свое время мы тоже были рядом с Турцией. Турция всегда гордилась тем, что является первой страной, которая признала независимость Казахстана. Сотрудничество между нашими странами развивается с каждым днем. Следующим шагом будет отмеченная нашими президентами цель – достигнуть товарооборота в 10 миллиардов долларов. Завершился прием награждением спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа и посла Казахстана Абзала Сапарбекулы наградой Ельбасырнур-Султана Назарбаева за возрождение тюркского мира. Празднуют День независимости нашей страны не только в Анкаре, но и в других турецких городах. Там организованы развлекательные и концертные программы. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто смог подарить нам праздничное настроение через это незабываемое событие. Я также был впечатлен звуком домбры. Я родилась в Казахстане, но мы переехали много лет назад. Сегодняшний вечер напомнил мне о моем детстве. Я почувствовала себя как дома. Сегодня Казахстан и Турция развили сотрудничество во всех сферах, включая культуру. Гуманитарное партнерство между странами традиционно на высоком уровне. В Киеве в преддверии Дня независимости нашей республики провели открытый урок казахского языка. Его организовали в культурном центре ДОСТЫХ. Граждане незалежной, изучающие казахский, представители диаспоры, поздравили нашу страну с 28-й годовщиной суверенитета. Будучи украинцем, Александр не скрывает своего интереса к казахскому языку. На протяжении двух лет, раз в неделю, он посещает уроки в центре ДОСТЫХ, расположенном в самом центре Киева. Сегодня был урок, предпосвященный Дню независимости Казахстана. Хочу поздравить казахский народ с Днем независимости, пожелать дружбы между нашими народами, чтобы дружба процветала, были хорошие взаимоотношения. Учебную литературу центру предоставили сотрудники посольства Казахстана в Украине. В планах познакомить местную аудиторию с казахскими писателями и ввести в программу уроков лекции об истории и культуре Казахстана. Каждую субботу мы встречаемся в этом центре. Мы стараемся предоставить любую информацию о казахском языке, наших традициях на регулярной основе. Мы хотим вовлечь в учебный процесс всех – детей и молодое поколение. Несмотря на то, что мы находимся далеко от своей исторической родины, у нас есть уникальная возможность говорить на нашем родном языке, уважать наши традиции и знать нашу историю. День независимости Казахстана в Украине местные казахи отпраздновали по-домашнему, в лучших национальных традициях с богатым дастарханом. При этом во время застолья придерживались главного правила – говорили и пели только на родном языке. Казахстан за любую! Значительные успехи Казахстана на мировой арене за последние 28 лет отмечает руководство внешнеполитического ведомства Армении. Заместитель главы форин-офиса этой страны Шаварш Кочарян отметил, что наши страны наращивают сотрудничество, при этом ставку делают на экономику. Сегодня мы очень тесно сотрудничаем на различных площадках. Очень важно, что особенно за последний период наблюдается возможность еще нового импульса. Свидетельством этому являются взаимные визиты самого высокого уровня и то, что намечается на следующий год. Желаю народу Казахстана, руководству Казахстана, всяческих успехов так держать. Россия ценит крепкие отношения со стратегическим союзником Казахстаном. В этом году страны отметили пятилетие подписания договора ОЕАЭС и 25-летие евразийской интеграции, идейным вдохновителем которой является первый президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. Поздравляя казахстанцев с Днем независимости, российские политики подчеркивают важность эффективного экономического и политического партнерства. Сотрудничество продолжается. Оно самое тесное. Оно поистине братское. И еще и еще раз хотел бы от нашего народа, от всех четырех парламентских партий в составе Государственной Думы Федерального Собрания России поздравить весь трудолюбивый братский казахстанский народ с Днем независимости. В семье накануне Дня независимости Казахстана открылся многофункциональный культурно-спортивный комплекс. Такого масштабного по размерам и оснащенности объекта в регионе раньше не было. На открытии присутствовали более пяти тысяч жителей. Некоторым горожанам в этот день вручили ключи от долгожданных квартир. Сегодня для жителей семьи особенный день. В рамках государственного праздника социально уязвимые категории граждан стали обладателями долгожданных квадратных метров. Ключи от нового 165-квартирного дома в микрорайоне Карагайлы получили 40 семей. На открытие многофункционального культурно-спортивного комплекса в новом строящемся микрорайоне пришли 6 тысяч жителей. Символический ключ от спортивного комплекса был вручен Акиму города от директора подрядной организации, которая в короткие сроки осуществила строительство объекта. День независимости – это самый главный праздник для всего народа Казахстана. Благодаря мудрой политике Ельбаса Муштана Мишназарбаева Казахстан прошел непростой, но впечатляющий путь. Казахстанский путь развития получил заслуженное признание всего мирового сообщества. Торжественная церемония прошла в большом зале на 5 тысяч мест. Здесь состоялось награждение лучших орденами парасад и медалями Еренин Бегаушен и Шапогат. Сегодня я просто удивлена масштабному строительству, что буквально за два года выстроили такое огромное здание. Мы будем приезжать на какие-то важные спортивные мероприятия и радоваться тому, что в нашем ВКО действительно есть такой зал, такая арена, где могут наши дети участвовать и занимать призовые места. Комплекс построен в соответствии с мировыми стандартами и оснащен соответствующим оборудованием. Имеется прыжковый бассейн с трамплинами и 10-метровой вышкой. В различных залах горожане смогут заниматься фитнесом, боксом, волейболом, футболом, гандболом. Предусмотрены кинотеатр, кафе и детские игровые площадки. Расположенный на 12 гектаров земли новый многофункциональный культурно-спортивный комплекс уже принимает заявки на проведение международных турниров. Стоит отметить, что на строительство данного объекта было выделено почти 20 миллиардов тенге. Асемутешево, берег Жобулайлы, Хабар, 24, Семей. Автопарк Шемкенской станции скорой помощи пополнился новой техникой. Ключи от 100 автомобилей медикам вручили в торжественной обстановке. Ранее город обслуживали почти 90 карет скорой помощи. Правда, большая часть из них изношена. И люди часто жаловались на несвоевременное оказание помощи. Но теперь проблема должна решиться. Неотложки оборудованы по самым современным стандартам – кардиостимуляторами, портативными рюкзаками и инкубаторами для новорожденных. Если одна машина и бригада скорой помощи способны обслужить 10 тысяч человек, то мегаполису необходимо 100 автомобилей и бригад. Думаю, теперь наши медики будут вовремя приезжать к пациентам и оказывать первую помощь. Ержан Максим выступил на одном из самых ярких шоу уходящего года в международном детском фестивале «Зима», который прошел в столице Азербайджана. На сцене в Баку выступили 20 лучших юных исполнителей из 26 стран мира. Ержан спел уже полюбившуюся в его исполнении известную песню «All by myself», которая не оставила зрителей равнодушными. «Предложение выступить на фестивале «Зима-2019» поступило нам полтора месяца назад от организаторов. Мы согласились, и вот сейчас мы в Баку. Ержан, его папа и я. Нас очень хорошо встретили, организация на высоком уровне. Мы благодарны им. На этом фестивале мы хотим показать талант Ержана и какое у нас богатое национальное искусство». На фестивале также выступали артисты из Турции, Украины, Грузии, Франции, Великобритании. После концерта главные герои прошли, как настоящие звезды, по красной дорожке. Их приветствовали фанаты. Еще бы, из более чем ста претендентов отобрали только самых лучших. Каждому вручили дипломы, памятные подарки. Мне очень сильно нравится, потому что здесь красная дорожка. Я готовился, распевка делала. Мама мне хочет энергия, силы. Я в первую боку. Я бывал на памятник Максима Гомаева, на памятник первого президента Азербайджана. Но еще на другом месте. Пока это все. Оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...